Всем привет, с вами Евгений. Не так давно на моём канале вышло вот это видео «Секретный метод монолингвов», где я, что вы, конечно же, все прекрасно поняли, в таком юмористическом ключе давал вредные советы по поводу того, как учить язык не нужно. Поэтому я и назвал «Секреты монолингвов», как оставаться монолингвальным, то есть владеющим только одним своим родным языком, и как учить язык всю жизнь, чтобы его никогда в итоге не выучить. И сегодня мы сделаем видео зеркальное предыдущему. Я пройдусь по каждому из моих вредных советов из того видео и скажу, почему я написал этот совет именно таким образом и дам его зеркальную сторону, то есть как всё-таки реально надо делать, чтобы не учить язык всю жизнь, а всё-таки язык выучить. Что я подразумеваю подвыучить, то есть начать владеть примерно на том же уровне, на котором владеет носитель. Мы не гонимся за тем, чтобы говорить там без акцента или чтобы там улавливать абсолютно все культурные шутки и бескультурные в языке, которые только могут быть. Я говорю о том, что мы на 95% более-менее делаем все коммуникативные задачи, справляясь с ними на иностранном языке, так же, как это делает носитель. Плюс-минус. И это соответствует уровню, если по международной системе, уровню B2. Вот это всегда наша цель, и это то, что я подразумеваю под вот этим словосочетанием выучить иностранный язык, потому что это тот уровень, когда его можно уже практически, ну, конечно, всё равно учить дальше надо, но им уже можно вовсю пользоваться. Читать всё, что угодно, слушать всё, что угодно, общаться с кем угодно и дальше развивать свои языковые навыки уже непосредственно по мере пользования языком. Вот так вот на все 100%. Итак, это наша цель. И что же надо сделать? Какие такие 24 совета, с помощью которых эта цель однозначно, я вам гарантирую, будет достигнуто. Но при этом ни одним из этих советов нельзя пренебречь. Итак, поехали. Что касается первых советов, тут всё очевидно. Учитывая то, на какие мы иногда глупости тратим своё время, каждый может найти час в день на изучении языка, каким бы он суперзанятым человеком не был. При этом очень важно соблюдать фокус и учить по расписанию, а не только по вдохновению. Потому что если не будет инвестиций времени, если не будет постоянства, то как с любым серьёзным навыком о изучении иностранного языка до уровня свободного владения, это серьёзный навык, на который нужно потратить много времени, этот навык не придёт. Если мы всё время будем метаться между разными языками, то тоже не упростим себе задачу. И может быть так никакой язык никогда и не выучим. Поэтому здесь важна фокусировка. И если вы, как я в своё время, учитесь, например, в лингвистическом университете, где от вас требуется непременно учить одновременно два современных языка и три древних, то тогда, пожалуйста, можете языки параллелить и ничего суперкритичного в этом нет. Видите, я с ума не сошёл. Но если от вас этого не требуется непременно, то я вас очень прошу сконцентрировать все свои усилия на одном иностранном языке, пока вы его не доведёте до заветного уровня B2. И вот когда вы поняли, что вы, даже если захотите, уже не сможете его забыть, даже если полгода вообще не будете к нему прикасаться, вот в этот момент можете переходить к ещё какому-нибудь языку. Третий мой вредный совет мы уже тоже, я считаю, в этом блоке обсудили. Четвёртый вредный совет был верьте в отсутствие способностей к языкам. И, конечно, я понимаю, на своей практике преподавателя я прекрасно знаю, что есть люди, которым язык даётся проще, есть люди, которым язык даётся сложнее. Причём есть люди, которым язык даётся гораздо сложнее. Ну, прям совсем тяжело идёт. Но на моём опыте, и это прям такой, мне кажется, факт абсолютно неоспоримый и аргумент реально действенный в этом контексте. Если вы уверенно и чётко умеете говорить, читать, писать, воспринимать на слух речь на родном языке, то вы сможете сто процентов сделать это и на любом иностранном, каким бы сложным он ни был. И нет, я не говорю, что вы затараторите как носитель. Я не говорю, что вас от носителей нельзя будет отличить. Нет. Но достичь этого уровня, когда вы наравне с носителем можете участвовать в коммуникации, и от вашего языка у носителей не будут уши в трубочку сворачиваться, наоборот, будет возникать к вам уважение. Да, они будут слышать иностранный акцент. Но они будут слышать вашу чёткую, достаточно чистую и абсолютно понятную для них речь с большим количеством нюансов. Они будут понимать, что всё, что они вам говорят, вы прекрасно понимаете. Это не может не вызывать уважение. И такого уровня могут достичь абсолютно точно все, кто действительно инвестирует много времени в изучение языков. И тем не менее находятся люди, которые годами учат языки и никак не могут их выучить. Очень частым таким антипримером приводится школа, где мы по много лет учим иностранный язык, и потом, когда выпускаемся из школы, даже имея хорошая оценка по языку, не можем его реально использовать в своей повседневной жизни. Не можем на нём говорить, писать, не можем ничего воспринимать на слух. В общем, толком ничего делать не можем. На самом деле проблема здесь кроется не только в системе образования и не только в том, что не всегда лучшие учителя попадаются нам в школе. Проблема заключается в банальных часах. Но вот у кого в обычной школе было по 7 часов иностранного языка в неделю. Но я думаю, что мало у кого. А ведь 7 часов в неделю это некий, ну не минимум что ли, но близкое к минимуму значение для того, чтобы постоянно шёл заметный прогресс. И эти 7, но пускай минимум 5 часов в неделю, они должны быть чем наполнены? Помимо того, что да, есть польза в том, чтобы и грамматику поучить, и упражнения поделать, и тексты какие-то позубрить учебные, нужно обязательно в какой-то момент и желательно достаточно быстро выйти на аутентичный материал. Этого у нас уже много будет, поэтому здесь сильно останавливаться не буду, но на самом деле вот наш четвёртый пункт. Почему очень многие люди считают, что они не способны к языкам? Потому что на самом деле у них в опыте жизни не было опыта интенсивного изучения языка, когда мы тратим минимум 5 часов в неделю на его изучение. То есть, по сути, они толком не учили его достаточно сжатое количество времени и достаточно продолжительное количество времени, чтобы у них появился реальный результат. Потому что если мы это будем делать один раз в неделю, два раза в неделю, по часу, то никакого времени не хватит, чтобы освоить язык, потому что это слишком много всего, и это именно навык в первую очередь, который нужно отрабатывать регулярно, постоянно для того, чтобы он, образно говоря, вошёл в нашу плоть и кровь. И здесь переходим к пятому вредному совету, игнорируйте советы полиглотов. И созвучно ему пятый, слушайте советы неопытных носителей языка. Почему я говорю здесь в пятом совете именно про полиглотов? Почему важно слушать советы именно тех людей, которые освоили не один, а хотя бы два иностранных языка? А лучше три, может быть четыре. Дело в том, что чем больше новых языков, именно новых, мы осваиваем в сознательном возрасте, тем лучше мы оттачиваем свою методологику. Как ни крути. Как бы громко не утверждал знаменитый лингвист Стивен Крэшн в своей известной работе о том, что language acquisition, то есть усвоение языка у взрослого происходит similar, то есть очень похоже, ну в общем, короче, примерно как у ребёнка, полностью с этим тезисом ни в коем случае нельзя соглашаться. И один из аргументов почему, как раз и кроется вот в тех вредных советах, которые мы сейчас вот обсуждаем, почему нужно пользоваться советами именно людей, которые выучили язык в сознательном возрасте, то есть как взрослые выучили иностранный язык, а не просто носители языка. Дело в том, что всё-таки мозг взрослого работает иначе, чем мозг ребёнка. Ведь недаром есть такая штука, как возрастная психология, и недаром в своё время было настоящим научным прорывом, что удалось доказать, что то, как мыслит ребёнок, это не просто какая-то скукоженная версия того, как мыслит взрослый, какая-то урезанная, а это прям действительно другой образ мышления. Мышление гораздо менее абстрактного, гораздо более предметного у детей и у взрослых, соответственно, наоборот, гораздо менее предметное и более абстрактное, и поэтому любой взрослый, когда перед ним просто начинают гугукать, аукать и давать ему вот этот вот comprehensible input, понятный вводный материал, без грамматики, без ничего, просто, знаете, на пальчиках, на картинках и так далее, ну, большинству взрослых такое не подходит. Со взрослым нельзя коммуницировать так же, как с ребёнком. И, соответственно, вот наш опыт усвоения родного языка, его нельзя взять и полностью перенести на опыт усвоения иностранного, ну, просто нельзя. Конечно, что-то можно и нужно брать из вот этого опыта, как ребёнок усваивает свой родной язык, но однозначно есть масса особенностей, и всё это на своей шкуре. И не один раз испытали люди, которые выучили несколько иностранных языков в сознательном возрасте. И поэтому они уже на опыте знают, что для взрослых именно реально работает, а что нет. По крайней мере, что для них работает, а что нет. Все полиглоты разные, у всех разные психотипы, разные характеры, поэтому нет одного какого-то универсального метода. Есть куча методов, которые реально рабочие и которые один подходит больше одному человеку, другой другому, третьему. Есть методики, которые совсем плохо работают, есть которые более эффективны, которые менее и так далее. Но, тем не менее, в любом случае полиглот – это не человек с какими-то сверхъестественными способностями. Это очень-очень важно понимать. Это человек, который просто огромное количество, тысячи, десятки тысяч часов инвестировал в то, чтобы изучать иностранные языки. Это колоссальная работа и по трудовым затратам, по энергетическим, так сказать, затратам и по временным. И поэтому просто на опыте. Он просто не мог не понять, что работает, а что нет. Поэтому спрашивать советы именно у таких людей, исследовать их советам – это лучшее, что можно сделать. И наоборот, один из худших советников по поводу того, как методологически учить иностранный язык, одним из худших таких советников является носитель, который на своем родном языке преподает свой же родной язык, не зная при этом ни одного иностранного. То есть, допустим, если бы я был бы учителем русского языка и преподавал бы, в какой-то момент переквалифицировался бы и преподавал бы русский язык иностранцам, при этом сам бы не знал ни одного иностранного, вот здесь вот могла бы быть и часто очень заложена одна большая проблема, потому что человек, который ни одного на опыте, на своем личном, в сознательном возрасте ни одного иностранного языка не выучил, ему просто очень много всяких разных принципиальных вещей сложно понять, осознать, принять, он их не прочувствовал, и поэтому он может надавать много ложных советов, а уж тем более просто какой-нибудь носитель, которого вы нашли, который тоже вроде как изучением языков интересуется, но толком у него пока еще ничего не получалось. И вот вы у какого-нибудь там, я не знаю, если учите немецкий, просто у какого-то немца спрашиваете, а как мне лучше там немецкий выучить? Ну вот вряд ли он прям вот структурированный, четко и классно даст вам ответ на этот вопрос. Поэтому вы вот, пожалуйста, слушайте советы полиглотов, не думайте, что они какие-то особые люди, они кучу часов инвестировали в это и могут вас много чему научить, и наоборот не слушайте советов носителей языка, тем более неопытных, или с толикой хотя бы недоверия. Слушайте преподавателей даже языка, даже вот лингвистов слушайте с ноткой недоверия, которые не владеют несколькими иностранными языками. Вот такой мой тезис. Далее, седьмое. Игнорируйте реальную речь носителей языка. Ну, если мы говорим об изучении современного иностранного языка, то реальная речь носителя – это фундамент, как ни крути. Освоить язык исключительно на учебных материалах до того уровня, который нам нужен, ну невозможно, просто невозможно, потому что учебные материалы – это заведомо упрощение, это заведомо очень часто некая вырванность из контекста. И очень важно понимать, что реальная речь носителя – это отнюдь не равно какой-то суперсложной речи. Мы, носители, как носители русского языка, часто используем в том числе и довольно простые фразы, довольно банальные фразы. Очень часто под комментарием к своими разными видео я слышу то, что люди сетуют на то, что носители языка очень много сами ошибаются, говорят с ошибками, пишут с ошибками и так далее. На самом деле, если мы будем эти ошибки внимательно анализировать, что-то действительно может быть ошибкой. Такое бывает. Но я вам честно скажу, если вы слушаете, допустим, какого-то спикера опытного на публичной площадке, например, на ютубе, то у него вот таких вот именно ляпов в языке, вот когда вот явная ошибка и по-другому это никак не объяснить. Такое бывает ну крайне-крайне редко. Это такая редкость, что на самом деле, когда я, внимательно слушая немецких авторов, нахожу у них вот именно такую прям ошибку, которую я не могу объяснить особенностью разговорного языка, особенностью какого-то конкретного немецкого диалекта, я очень сильно этому удивляюсь. И это бывает крайне-крайне редко. Зачастую все, что мы, может быть, как изучающий иностранный язык воспринимаем за ошибку, является либо вариантом нормы, либо особенностью именно разговорной речи, с которой мы меньше знакомы, потому что много занимались именно по учебникам, по учебным текстам, где этой разговорной нормы просто нет. Либо это особенность какого-то диалекта, либо это какая-то типичная ошибка именно носитель языка, но даже не ошибка, а просто некая такая, может быть, сбивчивая манера речи, потому что он не успел достроить одно предложение, уже подумал о чем-то другом, перешел на другую какую-то мысль, оставил предыдущее предложение незавершенным, но это все равно абсолютно не похоже. Вот все, что мы сейчас с вами обсудили, это все абсолютно не похоже на типичные именно ошибки в языке, которые делают иностранцы. Поэтому если мы слушаем носители языка, то мы можем, по крайней мере, с вероятностью там 99% сказать, что он не будет совершать ошибки, какие совершает каждый изучающий иностранный язык. Ошибки носителя, даже если он их совершает, и ошибки изучающего язык — это огромные два разных совершенно мира, которые практически не пересекаются на самом деле. Поэтому если вы будете очень внимательны, очень много слушать речи носителей, если вы даже со временем будете делать ошибки носителей, то это уж точно никак не умножит, не увеличит ваши ошибки изучающих язык, потому что это ошибки совсем другие. И, конечно, когда мы учим какой-то иностранный язык, мы всегда хотим говорить как образованные люди, говорить на нормальной языковой норме. Поэтому, конечно, когда мы живую какую-то даже речь воспринимаем, хорошо ориентироваться на людей, чья работа связана с медиасферой. То есть человек, который профессионально уже много лет делает подкаст. Вот у него, скорее всего, великолепная речь. Просто потому, что он постоянно этим занимается, постоянно отслеживает то, что он говорит. Если это запись, которая им делается заранее, продумывается, если это не прямая трансляция, то там возможность ошибки сведена к практически нулю. А уж если человек снимает не один, и за ним есть какая-то команда, и может какой-то редактор, который его правит, ну тогда вообще вот просто ошибок там быть считайте, что не может. Итак, следующий мой вредный совет был таким. Изучайте язык только по теоретическим материалам. На самом деле взрослый человек с аналитическим мышлением, он получает однозначно определенное удовольствие от того, что у него в голове какая-то вот каша, которую он видит перед собой, со временем начинает систематизироваться, он начинает понимать в этой каше взаимосвязи, и из каши уже получается что-то такое очень даже понятное, осмысленное, структурное. И, собственно говоря, это то, чем и занимается лингвистика, наука о языке. Вот есть язык, такая вот некая живая масса, очень разнообразная, очень интересная, очень с огромным количеством вообще всего и вся. И поскольку это что-то, что мы используем для коммуникации, что-то, что подчиняется определенным законам, естественно, это все можно как-то теоретизировать, описать, разложить по полочкам. Раз речь строится по определенным законам, эти законы можно выявить. И вот этим занимается, собственно говоря, лингвистика, наука о языке. И любой нормальный взрослый человек, он, когда вскрываются перед ним, разворачиваются какие-то глобальные концепции, как, например, работает порядок слов в немецком предложении, как работает система окончаний, как работает система времен, залогов, ну, чего угодно на самом деле, как работает синтезис. Если это грамотно, если это хорошо, наглядно, живо объясняется, то человек, который слушает, он понимает, как это все работает, и у него удовольствие. Это приносит удовольствие, это дает радость. Человек понимает, как все устроено в языке, и, ну, когда из некой аморфной каши у тебя выстраивается какая-то четкая картинка, это всегда приятно и здорово. Поэтому теоретические знания для взрослого человека, который изучает какой-то иностранный язык, я считаю, что это важно, здорово, хорошо, полезно, однако на этом невозможно уехать ровным счетом никуда, потому что язык это навык, не один навык, есть четыре навыка, эти все навыки друг с другом очень тесно переплетены, но все эти четыре навыка, очень важно это понимать, лежат в другой плоскости, нежели вот эта вот теоретическая наука о языке. Поэтому наука о языке, она позволяет сделать для взрослого человека постижение практических навыков более безболезненным, потому что когда мы понимаем ту языковую воду, куда мы входим, куда мы ныряем, нам от этого легче, спокойней, понятней, лучше запоминается взрослому человеку, когда он понимает теоретические взаимосвязи. Но при этом на одном понимании не уедешь, и в эту языковую воду надо непременно погружаться и просто вот заниматься языком, заниматься им очень много, заниматься им именно в практическом плане. Именно поэтому совет 8, он вредный, потому что если изучать язык только в теории, то мы не уедем никуда. Но при этом, если мы наоборот будем только практику использовать, только на практику наседать, то в этом случае все-таки успех будет. Следующая ошибка, которая очень сильно стопорит прогресс в языке, это тщательный разбор каждого слова в словаре, потому что наше взрослое стремление все проанализировать, везде себе подушечку подложить, соломку подстелить, это все может в какой-то момент стать контрпродуктивным. По поводу разбора слов. Нужно обязательно комбинировать два подхода к языку. Первый подход – это когда мы вгрызаемся во что-то, переводим там каждое слово и желательно повторяем одно и то же по многу раз. Но когда мы вгрызаемся в каждое слово, нужно обязательно использовать тот языковой материал, который хотя бы более-менее адекватен нашему уровню. Тогда от этого будет польза, потому что мы не будем корпеть над одним предложением в течение 30 минут или часа, потому что если у нас вот так происходит изучение языка, то это мало к чему приведет. Если текст адекватный нашему уровню, то даже подсматривая там каждое слово в словаре, мы будем все-таки больше именно читать текст, нежели сидеть в словаре. В словарях сидеть полезно, но еще полезней погружаться в это языковое море и на языке то, что несет для нас какой-то смысл, эмоциональный заряд, информационный заряд. Нужно воспринимать информацию и некую эмоцию через язык, и чем больше, тем лучше. И язык это всегда не только слова, не только предложения, но и целиком абзацы, тексты, нарративы. Это все очень важно, когда мы учим язык, очень важно для целостного восприятия языка. Поэтому да, покопаться в определенном предложении, покопаться в слове, поанализировать его, посмотреть, какие у него есть разные значения, из чего слово состоит. Это не только приятно, но и нужно, и полезно, и здорово, конечно. Но это обязательно нужно комбинировать с тем, что мы погружаемся в язык, как в некое море, как в некое единое целое. Погружение в отдельное слово и в отдельное предложение нужно комбинировать с погружением в целый текст, в целый абзац, в целое какое-то произведение, например, подкаст, который длится 10, 15, 20 минут. Особенно на начальных этапах изучения языка надо обязательно принять и понять, что абсолютно нормально, когда мы читаем текст, понимать только часть этого текста, когда мы слушаем подкаст, понимать только часть этого подкаста, когда мы смотрим, там, допустим, фильм и сериал на языке, понимать только часть того, что там говорится, без субтитров, я имею в виду. Все это абсолютно нормально, это тот этап, который нам нужно обязательно пройти, И при этом, конечно, важно находить вот тот баланс между слишком сложным и слишком простым. Но о нахождении этого баланса я на самом деле много. И в других видео говорил, перейдем к следующему вредному совету и его развенчиванию. Десятый вредный совет у меня был учить язык по 10-15 минут в день, используя только мобильные приложения. Но здесь на самом деле очень просто. Только на мобильных приложениях выучить язык до нормального уровня невозможно. Точка. Потому что не хватает очень много того, о чем мы говорили до этого. Не хватает восприятия языка как ничего-то целого. Не хватает контекста, культуры, больших блоков текста, живой реченосителя. Может быть, когда-то изобретут какое-то универсальное приложение, где будет объединено абсолютно все. Куча там каких-нибудь интерактивных подкастов со скриптами, книг, всякие разные обучающие видео, и одновременно там тебе объяснение грамматики, и может быть, там общение с носителями, и вот все вместе, когда в какое-нибудь супер какое-то такое приложение объединят, может быть, сказать, что вот только этим приложением пользуетесь, и все. И вот на данный момент некое приложение, которое близко вот к этому идеалу, оно на самом деле есть. Если вы смотрите вот это конкретное видео, то оно точно у вас установлено на телефон, потому что вот это универсальное, потрясающее, суперклассное приложение для изучения иностранных языков, наверное, самое лучшее, которое есть на данный момент, это YouTube. YouTube. Именно он. И не что другое. Потому что только на YouTube такое колоссальное количество обучающих материалов, где у нас и подкасты, и объяснения, и видео, и обучающие, и для носителей, и не для носителей, и для того уровня, и для сего уровня. Если уж сидеть в каком-то самом крутом приложении для изучения языков, то сидите, пожалуйста, в YouTube. Если вы это при этом, знаете, как такой приправой присыпите 15 минутами в Duolingo, например, в том же самом, я вас за это ругать не буду. Но на одном Duolingo вы не сможете выехать. Следующий мой вредный совет. При изучении древних языков реконструируйте произношение, при изучении современных избегайте аудио. Ну, конечно, все надо делать абсолютно наоборот. Краеугольные камни овладения современным языком – это однозначно восприятие на слух и говорение. Ну, ладно, восприятие на слух, чтение и говорение. Ну, и письмо с помощью телефонов – это не так сложно, как было раньше. Ну, а что касается древних языков, здесь у нас только один навык, который есть, который надо тренировать. Все остальные абсолютно нам не важны. Это чтение, чтение, чтение. Ну, скорее всего, если вы изучаете древний язык, вы это так прекрасно понимаете. А если не изучаете, то вам это и не очень интересно. Переходим к следующему пункту. Из того, что мы только что сказали, очевидно, что если вы и хотите попользоваться каким-то учебником, то очень ценно в этом учебнике – это именно аудиоматериалы, которыми нужно обязательно пользоваться, особенно на самых первых порах изучения языка. Потому что, когда вы пытаетесь читать на иностранном языке, вы невольно, сто процентов, проговариваете его про себя, когда читаете. Если вы не знаете, как это слово реально звучит, то вы его будете в своей голове невольно, еще раз повторю, произносить неправильно. И со временем это неправильное произношение у вас закрепится, и потом придется делать двойную работу – выбивать то, что вы неправильно заучили, и вставлять туда то, как это произносится правильно. И поэтому вы избавите себя от этой лишней головной боли, если, особенно на начальных этапах изучения языка, всегда будете сопровождать чтение тем, что будете погружаться в аудио. То есть не будете вообще практически читать без аудиосопровождения, чтобы четко осознать, как иностранный язык читается правильно, грамотно. Благо, сейчас все абсолютно есть для этого средства. Если какой-то учебный материал, то он почти всегда с аудио. Если что-то вы хотите прочитать, к чему аудио не прилагается, но тогда используйте хотя бы озвучку Google Translate, это чтобы понимать, как произносится и все предложение целиком, и каждое отдельное слово. Можете слова отдельные, особенно сложные для вас, смотреть в словарях. Есть очень много онлайн-словарей, где буквально любое абсолютно слово всегда наговорено кем-то, реально человеком. Очень легко это в интернете найти. Пользуйтесь, пожалуйста, вот в этом плане, современными технологиями на все 100%. Тринадцатый мой антисовет был забрасывайте успешные аспекты изучения. Все мы разные, у всех есть свои сильные стороны. Если у вас, например, сильная сторона – это чтение, то и делайте на нем упор. На первых порах, как я уже вам говорил, обязательно не пренебрегайте аудио, чтобы не выработать у себя неправильного произношения. Но как только у вас азы произношения уже улеглись, если вам чтение нравится в первую очередь, и вы хотите именно на языке читать, и вы получаете от этого максимальное удовольствие, то, пожалуйста, погружайтесь именно в чтение и делайте на этом навыки упор, раз уж это вам так нравится. Если наоборот, вы аудиал, и вам очень нравится слушать, делаете акцент на этом, в общем, в любом случае, делать больше именно того, что вам нравится и что у вас получается, это верный путь к успеху. Следующий совет больше касается не аспектов изучения, а именно методов. Ну, здесь очевидно, если вы чувствуете, что какой-то метод не работает, не надо на него прям сильно напирать. Лучше поищите каких-нибудь советов от полиглотов на ютубе на том же самом, и постарайтесь в свою рутину ввести какие-то другие методы. Может быть, даже есть какой-то метод, который реально работает, реально хороший, но вам психологически он просто не подходит. Ну, вот не нравится вам этим заниматься. Но методов куча, куча методов именно рабочих, поэтому ищите то, что лично вам подойдет и будет приносить максимум пользы. Но при этом очень важно, если вы уж нашли какой-то метод, который вы чувствуете, что прям вот приносит пользу, но в какой-то момент вам становится лень именно так заниматься. Но здесь часто придется себя пересиливать и все-таки заниматься именно по этому методу, потому что он приносит пользу и как-то со своей линией все-таки справляться. Потому что все-таки, как ни крути, того, что изучение иностранного языка это мощный и упорный труд на протяжении длительного времени, этого отменить невозможно. Вот это вот очень вредный совет. Фокусироваться максимально на разговорной практике, даже если вам некомфортно в этом всем участвовать. Очень многие реально забывают то, что я повторяю из видео в видео. Очень часто. Невозможно хорошо по-настоящему заговорить, если вы не будете хорошо воспринимать на слух. Восприятие на слух идет первым, говорение идет вторым. И первый, и второй навык нужно развивать. Но их нужно развивать в правильной последовательности. Сначала первый, потом второй. Невозможно начать хорошо говорить, если вы не будете хорошо воспринимать на слух. Поэтому, если вы чувствуете, что вам в какой-то ситуации общения некомфортно, вам прям больно от этого, вы прям не хотите в эту ситуацию входить, в это общение вступать, находите пути, по которым вы не будете в это общение вступать. То есть, допустим, если вам не нравится пока с каким-то определенным носителем общаться, ну, не хочется, ну, тяжело, допустим, вы нашли себе преподавателя, но что-то как-то вот, как-то не клеются занятия, и вы вроде себя настраиваете, вот, надо ходить на занятия, надо говорить с носителем, а при этом не чувствуете прям радости от этих занятий, наоборот, вас что-то угнетает, то, пожалуйста, не продолжайте заниматься таковым, отложите занятия на какое-то время, поищите себе другого преподавателя. Абсолютно нормально какое-то время вообще не говорить на языке и только его воспринимать на слух, и потом попытаться, например, еще раз заговорить, опять дискомфортно, опять плохо, опять отложить на какое-то время, больше и больше слушать. Но самое главное вообще на язык при этом не забивать, не уходить от этих занятий совершенно, потому что если у вас все-таки останется соприкосновение языком, если вы, тем не менее, все равно им будете заниматься, если вы будете что-то слушать, если вы будете за кем-то повторять, там, за диктором, если вы будете использовать метод shadowing, который заставляет вас говорить без того, чтобы вы попадали вот в эту какую-то коммуникативную ситуацию, которая вас травмирует, это все равно, тем не менее, все будет развивать ваши навыки, в том числе и устной речи, да, особенно разные упражнения, которые вы вполне можете делать и без партнера, просто дома самостоятельно, сами с собой. И потом однозначно после всех этих усилий придет момент, когда вы, допустим, забронируете урок с носителем и почувствуете, что говорите уже лучше, гораздо лучше, чем раньше, это даст вам эмоциональный подъем и уже общение будет идти в позитивном ключе. И вот когда вы поняли, что все, общение вам приносит удовольствие, тогда вот на этот навык сделать нам нужен акцент и уже как можно больше говорить, как можно чаще встречаться, чтобы и этот навык подтянулся. Он подтянется тогда за уже классным, развитым навыком аудирования. Шестнадцатая очень большая ошибка, когда люди, которые больше по своему внутреннему психотипу экстраверты, очень любят общаться, с удовольствием это делают, но при этом им очень сложно вовремя остановиться и проанализировать то, что они говорят. То есть вот у некоторых есть, наоборот, перебор с вот этой саморефлексией, а у некоторых есть в этом недобор. И я достаточно много таких учеников в том числе встречал. И вот здесь вот важно понять свой психотип. И если вы относитесь вот к такому виду людей, которым очень легко много прям всего говорить, но при этом вы делаете много ошибок, и ошибки это нормально, это всегда точки роста, но тем не менее, чтобы ошибки были точками роста, нужно их анализировать, нужно за них цепляться, нужно их устранять. В идеале это делать так. Вот двух занятий в неделю абсолютно достаточно. Вы два раза в неделю говорите, например, там по скайпу, по зуму, не важно, онлайн, можно оффлайн, с каким-нибудь человеком, будь то преподаватель, будь то просто носитель языка тьютер на каком-то сайте. Вы с ним говорите два раза в неделю, просите его говорить с вами только на иностранном языке, никогда не перебивать, но при этом фиксировать, как такая стенограмма, записывать все ваши ошибки, неточности, исправлять их. Чтобы всегда после вашего общения вы получали довольно внушительный список того, где вы делали ошибку, и как это лучше все-таки на иностранном языке правильно сказать. И вот если вы будете давать себе такую рефлексию со стороны компетентного человека, учителя или носителя языка, если вы будете всерьез воспринимать все его замечания, если вы будете стараться выучить их, отслеживать это в своей речи, чтобы все-таки говорить правильно, то тогда у вас будет прогресс, у вас будет все время подчищаться ваша лексика, грамматика, структура предложения, и со временем вы будете говорить красиво, чисто, здорово, и носители это явно оценят. Но если такой работы производиться не будет, то очень часто, я это видел по ученикам, бывает такое, что они выходят на некое плато и перестают развиваться. И да, они более-менее хорошо себя чувствуют в плане, в этих коммуникативных ситуациях, то есть их могут понять, они тоже более-менее все могут понять, но при этом есть вот эта вот нечистота в речи, которая может резать слух. И ее со временем, постепенно, аккуратненько нужно все-таки убирать, не нужно в ней закостеневать, потому что это просто будет определенный такой, ой, я не знаю, давать вам ареал нехороший, которого здорово было бы избежать на самом деле. Поэтому никогда не бойтесь говорить с ошибками, но тем не менее прислушивайтесь к исправлениям, прислушивайтесь к замечаниям, просите, чтобы вас с одной стороны не перебивали, с другой стороны все-таки подмечали какие-то все моменты, и после того, как вы закончите свою мысль, чтобы вам давали обратную связь по чистоте вашей речи. И тогда будет прогресс, и при этом не будет никакого стресса, и вы будете улучшать свои разговорные навыки, это будет очень-очень здорово. Далее. В словарной форме, конечно же, слова можно учить, но не только в ней. Очень важно, когда мы изучаем слова, комбинировать сразу несколько подходов. Многие слова, например, сейчас, там немецкое «jetzt» или английское «now», можно учить отдельно, потому что они в любом контексте всегда одинаковые, что в этом контексте, «jetzt» это сейчас, что в другом. То есть у них нет практически никакой многозначности. И почему бы не учить такие слова просто отдельно? Можно, почему бы нет? Но есть огромное количество других слов, которые всегда упрекляются только в определенном контексте, только в определенной фразе. И учить эти слова просто в словарной статье, просто вот там в инфинитиве, или в отрыве от каких-либо других слов, которые постоянно с этим словом связаны, смысл нет никакого. И поэтому старайтесь анализировать вот это слово, как мне лучше учить. Вот именно в этой конкретной фразе, или само по себе, или обязательно с управлением, допустим, не просто «er in an», это по-немецки «запомнить», а «sich er in an» и еще и с предлогом «an etwas». И помнить, что после этого «an» у нас идет винительный падеж, «an accusative». И вот как это все вместе запомнить? «Sich er in an» – «an accusative». Лучше всего это запомнить в конкретной фразе. Например, вместо того, чтобы учить вот эту вот инфинитивную форму, которую мы потом все равно не поймем на начальных особенно этапах, как вообще употреблять, лучше подумать, а какое просто вот конкретное предложение я могу придумать с глаголом «помнить», которое я реально могу время от времени использовать, чтобы это было полезно. Например, фраза, очень простая фраза «я об этом помню». Я об этом помню. И вот можно не просто глагол «sich er in an» – «an accusative» учить, хотя просто вот эту инфинитивную форму тоже можно, но одного этого недостаточно. Плюс к этому хорошо бы сделать себе, допустим, карточку, где вы будете говорить «я помню об этом» и наобороте по-немецки «Ich er inno mich daran» – «вы учите вот в этом предложении данную фразу». Потом, например, вы часто говорите на занятии «не помню этого слова». Можно именно конкретно эту фразу и выучить. «Ich er inno mich an dieses Wort nicht» – «я не помню этого слова». И для каждого отдельного слова мы подбираем контекст. Что-то учим по отдельности, что-то во фразе, что-то в целом предложении, что-то, может быть, мы выучим именно по картинке. Какие-то слова, например, тоже просто так запоминаются. Какие-то вообще никак в голову не лезут. И чтобы они все-таки туда залезли, хорошо бы какие-то мнемонические методики применить. В общем, будьте, пожалуйста, гибкими в этом вопросе. Далее. Очень страшный совет – учить все слова подряд, включая редкие. Это в какой-то мере соответствует вот этому вредному совету тщательно разбирать каждое слово и постоянно заглядывать в словарь. Все-таки очень важно смотреть на частотность слова. Если вы встретили какое-то слово, встречаете какое-то слово много раз и уже помните, что вы его не раз встречали, но никак не можете запомнить его перевод, то вот именно такое слово стоит занести в словарь. Потому что изучение слов по карточкам или по какой-то словарной тетради, которую вы ведете, ни в коем случае нельзя воспринимать как некую оторванную от жизни деятельность, как некое такое самоценное занятие. Потому что изучение слов приносит колоссальную пользу, когда оно идет параллельно с погружением в языковой материал. Но когда мы начинаем просто учить слова без погружения в языковой материал, в отрыве от контекста, то тогда это становится антипродуктивным занятием. И обязательно, пожалуйста, отслеживайте, сколько времени вы тратите именно на изучение слов. Потому что если вы тратите на изучение слов, например, полтора часа, и при этом непосредственно с языковым материалом взаимодействуете всего 15 или 20 или 30 минут, то толку от этого будет довольно мало. Слова повторять нужно однозначно по времени меньше, а то и гораздо меньше, чем то время, которое вы проводите вместе с языковым материалом, то есть что-то читаете, слушаете, тексты какие-то разбираете и так далее. В идеале, ну вот на мой взгляд, допустим, каждый день полчаса, час, может быть полтора, что-то читать, слушать, разбирать, именно с текстом взаимодействовать. И при этом минут 20-30, ну может быть 40 максимум, заниматься повторением карточек, пролистыванием там слов, которые вы откуда-то выписывали и так далее. Девятнадцатый антисовет – это изучить всю громадку перед использованием живого языка. Мы уже об этом немного говорили. Знание теории помогает более органично, так сказать, войти в язык сам по себе. Но без вхождения в язык прогресса не будет. Поэтому, если вы будете стараться постоянно изучать теорию, постоянно отрабатывать свою грамматику на упражнениях и так далее, но при этом не будете взаимодействовать с живым языком, то ничего хорошего из этого не получится. Однозначно. Запомните себе, это прям аксиома. С живым языком нужно взаимодействовать сразу. Вот буквально на самых первых порах нужно обязательно включать, да, окей, какие-то адаптивные, адаптированные под ваш уровень материалы, но которые делают носители и которые при этом стараются все-таки звучать, ну, максимально естественно. А с какого-то уровня, я считаю, что это, ну, вот, уровень А2-Б1, нужно обязательно уже переходить к материалам, которые делаются немцами для немцев, то есть, допустим, или там англичанами для англичан. То есть, именно материалы, которые делаются носителями для носителей. Очень-очень важно. При этом в таких материалах всегда, всегда можно найти то, что даже на уровне А2 будет уже вам понятно. Либо потому, что тематика вам очень знакомая, либо потому, что само по себе произведение, да, пускай оно было написано носителями для носителей, но оно само по себе довольно простое, это произведение. Да, на самом деле, даже просто какие-то песни, которые носителями для носителей пишутся, можно уже заслушивать, заучивать с самых первых поров, с самого первого дня изучения иностранного языка. Песня какая-то вам нравится, вы ее с учителем разобрали, более-менее там поняли всю лексику, громадочку, ну, хотя бы приблизительно, на том уровне, на котором вы можете это понять, осмыслить, освоить вот в самом начале изучения языка. И просто слушайте ее, слушайте ее, слушайте ее в свое удовольствие, уже понимая на том уровне, на котором вы можете это осмыслить, о чем там поется. Поэтому соприкосновение с живым языком это то, без чего просто ни в коем случае нельзя. Следующий страшный совет. Если вы находитесь на языковых курсах или если вы берете уроки у преподавателя, то учиться только во время занятий непосредственно, а как только занятие заканчивается, вы с языком не соприкасаетесь. Поскольку для языка нужно время, и времени этого нужно действительно много, тех часов, которые вы посещаете, какие-то курсы или взаимодействуете с преподавателем, заведомо будет абсолютно недостаточно. Это еще одна причина, почему невозможно выучить язык в школе. Я вот вам говорю, даже если будут в школе самые гениальные учителя, если будете просто приходить в школу, ну, не вы дали любой там ребенок, и заниматься языком только те два часа, которые в школе выведены для изучения иностранного языка, вот в программе школьной, да, и при этом не будете заниматься иностранным языком вообще, вне аудитории, то вы никогда язык не выучите. Никогда. Это просто невозможно. Для того, чтобы все-таки эффективно изучить язык, нужен определенный темп. И этот темп, как некий абсолютно минимальный полиглот, и все полиглоты, которые я когда-либо слушал, определяют как минимум час в день. Минимум час в день. Хотя бы как-то соприкоснуться с языком минимум в час в день. Пусть это будут даже там песни какая-то на языке, пусть, ну, просто подкаст, который вы более-менее там просто по ходу дела слушаете, пока убираетесь в комнате, пока едете в метро. Что-то даже, пускай самое банальное, самое простое, но тем не менее час в день – это некий минимум для реально хорошего прогресса. Совет 21. Выбирайте устаревшие учебные материалы. Здесь понятно. Язык все время развивается. Мы хотим говорить на современной языковой норме. Участвовать в коммуникативных сценариях, которые здесь и сейчас происходят, а не происходили там 50-100 лет назад. Поэтому устаревшие учебные материалы можно брать только если вы уверены, что они не до конца устарели и что в них есть что-то такое прям гениальное, что не смогли воспроизвести, что никто не смог воспроизвести в каком-то более новом современном формате. 22-й ужасный совет – читать классическую литературу. Классическая литература по определению – та литература, которая уже проверена веками или как минимум десятилетиями. И классическая литература, она великолепна для того, чтобы что-то фундаментальное понять об этом мире, о жизни, о взаимодействии людей и так далее, и так далее. Но она реально плохо очень подходит для изучения иностранного языка, потому что язык, на котором написано какое-то классическое произведение, из-за того, что оно само по себе классическое, просто много времени уже прошло с момента написания, оно заведомо в какой-то мере устарело, потому что язык все время развивается. Поэтому читать классическую литературу на иностранном языке, я считаю, что можно себе позволить только с уровня B1+, может быть, даже B2. А до этого вот туда соваться лучше не надо. И при этом, как удивительно, к этой классической литературе не относится, например, тот же самый библейский текст, потому что в отличие от классической литературы, которая застывает в определенной форме и потом уже никак не трансформируется, библейские переводы постоянно переписываются, постоянно есть какой-то современный вариант перевода Библии, авторитетный, хороший, классный, который одновременно и языковую норму отражает, и является по смыслу чем-то прям таким вот, ну, фундаментальным, для многих любимым, для многих очень, кстати, даже доступным и понятным, потому что они и так это библейский тексты знают прекрасно в своем родном языке. И поэтому вот, что касается классической литературы, плохая идея изучать с ее помощью язык, а что касается, например, того же самого библейского текста, именно еще и потому, что сам библейский текст на самом деле вот лексический и по структуре предложений он довольно-таки простой. Вот этот текст очень хорошо подходит для изучения языка, потому что там очень много слов, которые суперчастотные, постоянно повторяются, например, там, пошел, поел, спросил, там, я не знаю, еще что-нибудь такое, ну, то есть какие-то базовые глаголы, базовые существительные местоимения и прочее, прочее. Вот эта вот вся база языка, если это современный хороший перевод, она, как и в любом современном тексте будет, так и в библейском. То есть здесь прям идеально его можно использовать. Единственное, нужно сделать обязательно акцент на том, что если вы будете изучать язык по Библии, то вы хорошо будете знать такие слова, как, например, пророк, дух святой, сын, божий, и так далее, и так далее, в общем, апостол, и так далее. В общем, много таких специфических слов, которые в современных реалиях не используются, но это тоже нужно обязательно делать скидку. Поэтому, вот, допустим, язык Библии, по Библии учить язык, это замечательное, хорошее, приятное дополнение, но это ни в коем случае нельзя делать фундаментом. Ну, ладно, может быть, можно на первых порах, но в любом случае, с какого-то момента нужно обязательно будет это разбавить какой-то современной речью, современными материалами, актуальными для современного культурного, так сказать, контекста, потому что на библейском языке невозможно, ну, нон-стоп в современных реалиях говорить. Я думаю, что это всем абсолютно очевидно и понятно. Вот. В общем, 23-й жуткий совет смотреть фильмы с русскими субтитрами и с русским дубляжом. Ну, это на самом деле абсолютно очевидно. Если вы фильм или сериал смотрите с дубляжом, понятное дело, а уж тем более, ну, как бы, или с русскими субтитрами, то вы иностранный язык не учите. Максимум, что вы можете запомнить, это какие-то супер базовые слова, типа «Привет, пока». Да, вот это вот вы можете запомнить, если вы смотрите какой-нибудь там, допустим, корейский сериал с русскими субтитрами, как ни крути, базовые фразы, они запомнятся, но что-то чуть более сложное ни за что в ваше сознание войти не сможет, потому что слишком много вашего внимания будет уходить именно на восприятие субтитров русских. Ну и что, кстати, касается перевода слов. Вот 24-й вредный совет, это при чтении «Переводите каждое слово отдельно по первому значению в словаре», потому что другие значения вам вряд ли понадобятся. Это, конечно, полный бред, потому что очень-очень часто значение слова зависит от контекста, и если вы будете вот так вот по слову переводить, то постоянно у вас будет полная каша в голове, вы будете абсолютно не понимать, о чем это предложение, поэтому, когда вы особенно начинаете учить язык, пожалуйста, переводите по кусочкам фраз. Вот смотрите, допустим, вот перед вами незнакомое предложение, и рядом нет преподавателя, который может вам помочь его перевести. Сначала вы все это предложение загоняете в Google Translate и смотрите, как оно переводится целиком, чтобы именно основной смысл этого предложения понять. А потом, чтобы понять составные части этого предложения, вы тоже именно стараетесь выбирать какие-то словосочетания, и смотреть, как эти словосочетания переводятся, потом уже, как отдельные слова переводятся. Что если вы просто будете смотреть, как переводятся отдельные слова, то вы можете, например, фразу, допустим, Это по-немецки будет Я пошел в магазин. Перевести ИС. Окей, это я. Бин, это есть. Окей, значит, Я есть. Инс гешефт, в магазин. То есть, Я есть в магазин. Это я в магазин? Или что? А потом, Геганген, какая-то странная форма от глагола ГЕЙН. К чему бы это? А на самом деле, Бин, Геганген нужно обязательно воспринимать вместе. Это просто прошедшее время глагола ИТИ. Я пошел, Я пошел, Инс гешефт в магазин. И вот таких вот примеров во всех языках, везде, в общем, просто огромная куча, поэтому старайтесь всегда какие-то связи улавливать и переводить не отдельные слова, а несколько слов вместе. Очень здорово спрашивать, кстати, на эросети, какую, например, функцию в этом конкретном предложении играет это слово. И вот на такие вопросы они зачастую отвечают довольно точно, довольно хорошо и понятно объясняют. Только не спрашивайте нейросети по поводу грамматики. Здесь они дают часто очень неправильные объяснения, а вот именно по поводу перевода слов или какого-то кусочка предложения, или чтобы он вам разложил дословно по полочкам, что значит та или иная комбинация слов в языке. Вот это вот очень здорово и хорошо. Ну что ж, вот на этом и все. Такое у нас получилось видео. Если, кстати, еще хотите побольше фишечек узнать о том, как использовать искусственный интеллект и всякие разные типа ChGPT и как вообще получить к ним доступ, вообще у меня такой большой гайд уже сформировался, то переходите по ссылке в описании, оставляйте свою почту, я вышлю вам бесплатно несколько полезных классных промптов для изучения иностранных языков и если вам будет интересно, то сможете потом купить мой полный курс. Ну что ж, на этом мы с вами на сегодня закончим. Спасибо вам за внимание. Пишите свои комментарии. Может быть, что-то я осветил недостаточно полно. Буду рад вашим вопросам. А на этом с вами прощаюсь и до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.